Человек подобен дроби. Числитель – то, что он есть. Знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой. А как называется этот район Чудови? База. База? Хлебная база? Да, хлебная база. У нас даже здесь какое-то разделение. Мы базовские. Это микрорайон Бастанский. Они там какие-то местные бои даже были. Вот так вот как-то. От Майской до Некасова 10 минут по вылочным шагам. Этой дорогой Елена Гутман ходила в детский сад, школу, а теперь ходит на работу. В мае на Майской. Соловьиный певческий фестиваль. Агартная пассивная. Правда, не для нее. Там у нас черноплодка, ягодки. Здесь мы по мелочи сажаем на этих грядочках. Это бабушки для наследства? Да, да, да. Конечно. То есть здесь, потому что у меня-то тяги к земле никакой пока. Ну неужели не хочется вообще весной там что-нибудь, какие-нибудь посеять цветочки? Нет, не хочется. Эти цветочки порисовать хочется посеять? Нет. Ну не знаю, может быть потом со временем прийти, а так вот посидеть, просто поболтать. Цветочки Елена Гутман предпочитает выращивать пастелью и маслом. Она художник, директор галереи, а еще мама и жена. Муж Федор по графику недели через неделю строит мосты в северной столице. Но сегодня он дома. Ладно, она женщина, как говорят, с другой планеты, мужчина и женщина. Но еще и художник, это еще более... Это еще дальше. Это еще дальше. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Для меня очень важно быть художником. Но, знаете, вот здесь я все время для себя сейчас разграничиваю все-таки, кто я больше, мама, директор галереи, преподаватель или художник. Вот мне кажется, что у меня, знаете, как получается, неравны эти доли. Но художник, наверное, все-таки это две четвертых вот из этой, вот из этих четырех, которые я для себя делю. Две четвертых – это художник. Я за маму сейчас запереживала. Мама, к сожалению, я не очень удачная мама. В плане меня, вот мамы и хозяйки, я считаю, что я не вполне. Ну, нельзя быть хорошей мамой, хорошим художником, хорошим руководителем. И это мой минус, о котором Федор сейчас не говорит, но это на самом деле так. Я очень мало времени, как мне кажется, уделяю своим детям. Я должна уделять и семье, и детям больше времени. Но, как ни странно, мне хочется больше писать. Когда у меня есть свободная минута, я не всегда отдаю ее ребенку или мужу. Я лучше порисую что-нибудь. Мне хочется порисовать, мне хочется что-то поделать, вот как художнику. И даже у меня в декретном потуске даже Федор с Васей сидел. То есть я ушла, Вася исполнилась 9 месяцев, я ушла работать, а он сел. Ей появилась должность, которую пригласили директором работать. А хотелось, да? Хотелось? На тот момент она, конечно, карьера такой. Для нее карьера была важней. Даже не только карьера, мне хотелось Федора, а вы-то, а вы-то. Я принимаю ее такую, какая она есть, вот и все. Просто я получал удовольствие со своими детьми. Я нашел свою как бы нишу в это. Они у нас родились в один день только с разницей в 5 лет. У нас уникально. 7 декабря. Мало того, смотрите, у нас 7 декабря сын и дочка родились, 11 декабря Федор, и они все левши, а я одна бравша. Я могу даже показать, что мое, да, промо пирается осталось. Да. Ну пока, я думаю, что дойдет время к везде. Красиво. Ну нет, еще работайте, работайте. То есть способности есть у мальчика? Есть. С ним можно заниматься? Можно заниматься, да, 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 да. Но у него, к сожалению, ему нужно семью кормить. У него же жена художник. Это недоходное дело в наше время. Вот сейчас выставка во Владимире идет, выставка в Новгороде была. Сейчас мы готовимся к региональной, и у меня очень много вообще в Новгороде картин. У меня только после выставки персональной в Новгородском музее 19 работ забрали сразу в фонд музея. Причем мне было немножко жалковато, знаете, там у меня были портреты Полины в бальном платье, она там такая была. Ну, разные, разные портреты. Ну, одну работу, с которой все началось, она у меня в галерее Ксюша висит, такая вот, с которой я впервые поучаствовала вот там вот в выставке большой отчетной в области художников. Она у меня осталась, я ее не отдала, бабушку не отдала. Ну, что-то отстояла, потому что тогда бы я совсем без выставочного какого-то фонда осталась. В это сложно поверить, но одержимое искусством Елена Гутман себя в искусстве увидела не сразу. Она мечтала стать учителем иностранных языков, не поступила, пошла в училище культуры, чтобы не терять год. Найти себя в этом училище она не рассчитывала. Так получилось. Там был такой замечательный коллектив, у нас там пять девчонок всего было, вот, группа и потрясающие педагоги. Я Анатолий Сергеевич Мищенко и Александр Егорович Олендьев. И мы так сдружились, мы жили прямо одной семьей. То есть, они потрясающие люди и потрясающие художники. И только столько, сколько они мне дали, ну, не говоря уже Александру Немчу под Березком, наверное, вот. И самое интересное, что вот такое ощущение, что вот мы учились в училище, они у нас работали преподавателем. Потом я благополучно перешла в университет имени Ярослава Мудрого на худграф, и они благополучно туда же за нами. То есть, вот так вот. И у меня Анатолий Сергеевич был дипломным руководителем уже вот по окончании вуза. Пойдемте, я вам покажу свой кабинет. Закрепили вообще это дело-то? Как мы там вообще... Она местами закрепляется, но местами все равно, это же пастель. В связи с огромным количеством вот этих выставочных работ, мы успеваем это перекинуть из рамы в раму. У меня нет сил, это не хватает, надо то-то-то двигать. Не, на столь, мне вот жалко, вот это же сейчас портится все. Не спортится. Вот смотрите, вот это вот у нас была фиша в десятинке, была выставка, знаете, совместная такая. Владимир Ломанов, Александр Подберезский и Елена Гутман в зале «Большие десятинки» там. Крохотный кабинет-пенал директор галереи делит с бухгалтером. Две его стены – варнисаж художника Елены Гутман. Это родное. Часть прошлогодней тематической выставки. Потреты мужа, мамы, дочки, сына, племешей. А в большом зале – персональная выставка другого художника. Эта девочка с очень интересной такой судьбой, она приехала сюда в Чудово, в Дальнего Востока. Как зовут девочку? Ульяна Пухарева-Лубиная. Пухарева-Лубиная? Да. Как-то, бопытно. Это ее персональная выставка. Художник должен обязательно делать персональные выставки, чтобы видеть, куда идти дальше, в каком направлении двигаться, что идет, что не идет, где западает. То есть ты же смотришь еще на себя не только любованием. Ах, какой я молодец, вот здесь моя выставка. Но ты себя с точки зрения художника рассматриваешь еще. То есть вот, ой, вот здесь что-то не очень, а вот здесь по цвету не пошло. Ну, это я вот рассказываю, как я вот сама смотрю свои работы, вот так вот на выставке, то есть все смотрят и говорят, ой, как хорошо и замечательно. Честно, гипотетически ты можешь и дома посмотреть и оценить. Не видно, я не видно так. То есть вот видно на расстоянии. Ну, календарм говорят, большое видится на расстоянии. Ну, или как-то что-то такое вот есть по словам. Ты так же, ты смотришь, ой, мама, нравится, а угол-то у чемодана длинный или что-то, а вот это я не отсмотрела. То есть я это могу увидеть в работе, мне бывает за это стыдно. И вот на первую выставку я плакала, то есть мне говорили какие-то приятные слова, я в ответной речи вообще ничего не могла сказать. У меня слезы ручом вот так вот лились от переполняющих меня эмоций, волнения, вот какой-то такой нервной. Хотя всю жизнь работала педагогом и все время, ну, говорила. Учителем Елена Гудман работают уже 17 лет. Сначала преподавала детям в школе искусств. Теперь не только детям, на мастер-классах в галерее. Сегодня на занятия художнику пришли разновызрастные ученики. Сегодня я для вас подготовила мастер-класс, в общем-то, несложный. Сегодня рисуем натюрморт. Главный предмет натюрморта у нас что, Тася? Лучок. Лучок. Мастер-классы с начала только для взрослых директор Гудман придумала в первый год работы. Мало кто верил в успех ее проекта. Как выяснилось, совершенно напрасно. На установочное собрание в галерее собралось больше 40 человек. Потом потихоньку стали люди отсеиваться. То есть, ну, понятно, что искусство, оно все равно не для всех. И осталась вот сейчас, я бы сказала, такая у нас ячейка уже плотная. Например, художники, которые занимались 5-6 лет, их, наверное, человек 9. И такие вот помоложе художники. Ну, в целом, я считаю, что у нас человек 15, такая группа художников взрослых, которые вот ходят, занимаются, которым я уже устраиваю персональные выставки в Малом Зале. В занятии в качестве басца натюрморта художник Елена Гудман демонстрирует работу своего ученика Алексея Чернышева. В свободное творчество время он руководит крупным чудовским предприятием УСА Евразии. В Малом Зале, где сейчас идет мастер-класс, его персональная выставка. Вот смотрите, лук, он очень интересного цвета. И, смотрите, здесь он, основа его в основе, да, может быть лимонный-желтый, да, а потом добавить немножко золотистого-красноватого, либо охры. Давайте попробуем помешать. Можно за основу взять любой желтый цвет, покрыть луковицу сначала желтым, а потом мы добавим в нее оттенки. Мне хочется, чтобы преемники были, чтобы вот, чтобы я ушла, а вот это все дело продолжалось, чтобы у нас вот эта культурная жизнь, хоть маленького городка, хоть маленького клуба художника, но она вот продолжалась каким-то образом, чтобы это вот жило. Ведь мне кажется, что если не будет клуба, не будет чудовских клуб, галерея просто умрет сама. Ее с таким трудом открывали, ее так долго выхаживали, чтобы в таком маленьком городе провинциально работала галерея, где выставлялся, я Борис Львович не помню, я его говорила, например, Дмитрий Власович Журавлев, Наталья Захарова, Олег Саулов. То есть такие имена звонкие, чтобы чудовцы тоже могли это увидеть, не съедить много, так нам прийти посмотреть, а если галерею закроют, и поэтому какими-то любыми средствами мы пытаемся вот ее каким-то образом удержать на плаву, чтобы она... Ну, знаете, как я говорю, это у нас один из центров культурной жизни нашего города. Сейчас, по-свечески, что надо рисовать. Так, ждем наших художников, которые доделывают кемпи свои работы. Мы все сегодня рисовали луковицу, одну и ту же, но в каждом рисунке луковица и настроение, которое рисовал художник, оно чувствуется. И что самое главное, задача главная у художника, да, увидеть и нарисовать в натюрморте свою картину. И мне кажется, эта задача, которая у нас была, она получилась. У кого-то лук более радостный, у кого-то более грустный, у кого-то на фоне моря, на фоне окна. Реалистичный на фоне стены в художественной галереи. Прекрасно смотрится и светится. И пусть он немножко круглее обычного, но это добавляет ему особого шарма. И поэтому мне хочется поблагодарить всех, кто еще не пришел к нам на мастер-класс и пожелать дальнейших творческих успехов. Мне хочется, чтобы они хотя бы на этот день влюбились в искусство. Я отдаю себя вот на этом мастер-классе полностью, никогда не халтурю. К каждому мастер-классу готовлюсь, готовлю материал. Я сама пишу что-то, если мне нужно чему-то научить их такому. А пробую тысячу методов, как мне это донести до любого человека, который не умеет рисовать. Он пришел, он ничего не умеет. Но я должна сделать так, чтобы, уходя с этого мастер-класса, он пошел с картиной и сказал, господи, вот же я, я ничего не умела, но я вот это нарисовала. Они вот, как они говорят, вы нас, как наркоманов, подсаживаете на свой наркотик, и нам потом, вот как мне у взрослых, нам потом никак уже не съесть. Это хочется приходить, приходить и приходить. А зачем мне любить искусство? А как его можно не любить?